друзья всем привет с вами павел и вы находитесь на канале хэппи брик сегодня у меня на обзоре lego city под артиклем 60 222 как мы видим это небольшая яхта и парочка подводников складом и акулой набор достался бушным поэтому в комплекте у меня только инструкция как можно понять по ней было в наборе два пакетика сам наборчик небольшой насчитывает менее 150 деталей однако стоит он сейчас не дешево особенно новый само собой в основном это из-за большой детали лодки наборчик довольно подробно и несмотря на малое количество деталей сборка заканчивается на 60 странице и в конце у нас есть список деталей собственно каких-то особо интересных деталей здесь нет парочка деталей водорослей собственно два человечка также интересная деталь лодки стекло кстати такой тоже не так часто встречается собственно вот он весь наборчик давайте начнем с мини фигурок здесь у нас два вот таких вот молодых человека в гидро костюмах соответственно тут у нас блондинчик такой прическа оля оуэн уилсон и девочка в кепке эмоция только у девочки есть 2 у мальчика эмоции нет костюмы довольно простые тем не менее цвета разные как мы видим здесь у нас проработана гендерная разница в этих костюмах то есть любую фигурку с этим костюмом собрать не получится хорошо что им положили отдельные прически так как также у них есть полноценный комплект аквалангиста то есть это стандартный шлем с вот такой вот маской соответственно баллоны с воздухом и две пары ласт стандартные черные ласты но это не все аксессуары также у нас есть стандартный лаймовый фотоаппарат бутылочка с водичкой здесь у нас принтованная деталь к один кусочек арбуза странно что всего один но тем не менее еда добавилась и вот такая вот непонятная подводная деталь к я не знаю что это подразумевалось может быть еще одна видеокамера может фотокамера в общем какая-то такая деталь к постройка здесь у нас имеет вот такой вот внешний вид то есть у нас тут буек с ложком флажка нет так как он был виде наклейки наклейка не сохранилась и а также такой кусочек земли то есть тут у нас закреплена рыбка собственно краб несколько растений и сундук в котором был один красный рубинчик золотых монеток как более старых наборах лего дипси здесь нет к сожалению одной из самых интересных деталей в этом наборе это будет рыба меч такая встречается не так часто однако отличается она всего лишь мордой то есть если взять пересадить то ничего не изменится тела у этих рыб абсолютно одинаковые поскольку она уже был уж на то у нее пасть не сфиксируется в открытом положении если эту пасть поставить на новую акулу то она зафиксируется в открытом положении также если сравнить морских животных то есть еще такая рыба молот в наборчике 4 плюс это более старая акула без принтованных деталей ну и собственно современные акулы из дипси и как мы видим отсюда но и основная постройка здесь выступает в качестве лодки лодка выглядит довольно интересно состоит она из двух деталей то есть вниз и вот эта верхняя часть крепится вниз как мы видим она у нас тут не протекаемая то есть теоретически она может плавать здесь как мы видим наклейки повсюду наверху наклейки и больше наклеек нет такое довольно редко встречающиеся стекло сбоку стандартные стекла и в конце кубики несмотря на бы довольно крупный размер лодки вместо в ней немного то есть у нас как мы видим передней части есть еще один брик 1 на 4 с наклейкой с локатором а также что-то похожее на кровать наверное примерно как-то так это выглядит как мы видим крепится она всего на четырех пинах специально чтобы можно было легко снять и одеть несмотря на то что лодка выглядит классно как я сказала в ней мало места и мне кажется кабина немножко смещена назад то есть если сместить ее на два пина то место здесь будет больше и легче будет сюда сажать фигурки тем не менее в задней части у нас что-то сипа сиденья здесь также у нас есть руль штурвал и в задней части у нас имитация двигателя здесь она очень слабенькая то есть двигателем это крайне трудно назвать поленились на пропеллеры в общем в этом плане сэкономили опять-таки набор имеет средние размеры но видимо чтобы уложиться конкретно в эту цену им пришлось сократить количество деталей до 140 до 150 то есть по количеству деталей здесь чуть больше деталей чем в каком-нибудь микрофайзере от звездных войн который обычно насчитывает 100 120 деталей но здесь очень много пластика пошло на модель лодки встречалась она за все время не так часто и было в разных цветах в лего поэтому в более современных реалиях единственный вариант получить подобную деталь лодки этот молд это соответственно купить этот набор найти его бушным или как сделал я или новым и можете получить эту лодку но на этом все друзья вам как всегда спасибо за просмотр всем удачи и пока